Здравствуйте, дорогие друзья и самые лучшие на свете зрители! Сегодня праздник 1 мая, и я вас от всей души хочу поздравить с этим весенним праздником мира труда Майя. Но сегодня еще один праздник – открытие выставки-ярмарки, сделанной в СССР с уникальным собранием редких экземпляров. А создал эту площадку творческий человек Валерий Архипов. И многие из вас хорошо помнят блошиный рынок «Ретро» на заводе «Кристалл». Это первая площадка, которую он создал. Я, кстати, как вы знаете, очень любила там бывать. Но вот эта новая площадка уже не в подвале. Она расположилась на втором этаже, с большими окнами. И по площади она около тысячи метров. Ну, то есть достаточно большая площадка. Сегодня здесь царит праздничная атмосфера. На открытие приехали известные деятели, артисты, коллекционеры. Валерий Архипов, он очень творческий человек. Ему скучно. Одно дело сделал, но он еще молодой. Ему захотелось и второе сделать. И вот смотрите, какая прелесть. Сколько здесь стекла. Посмотрите. Ипогемское стекло. Вот эта ваза. Опа. Просто красота потрясающая. Вообще здесь все такое интересное. Ну, так ради справки я вам покажу, есть ли здесь все по 100 и по 200. Есть. Вот сюда мы идем. И тоже. Все по 200. Друзья. И вот здесь опять фикс прайс. Цены. И побольше, и поменьше. И хотя только-только открывается все, но вот уже много чего есть, я вижу. Вот. Вот наши привычные. Все по 100. Зиковские чашечки. И тарелочки. Так, это чьи у нас тарелки? Так что, друзья, приезжайте. Наша кжи любимая. А посмотрите, что я нашла. А вот Валерия. Всем нашим зрителям передайте привет. Все вас любят. И обязательно сюда приедут. Здесь очень удобно. Подъезд такой удобный. Подъезд, на самом деле, здесь прямо рядом с метро. Да, да, да. Наверху проблем нету с телефоном. Вообще ничего, никаких проблем. Все здесь красиво, все приятно. Будет заставлено все. Приходите, пожалуйста. Ждем вас всех. Те, кто подписан на Марию и наших друзей. Спасибо вам большое. Удачи. Да, спасибо. Может быть, давайте у нас прямая трансляция идет. И сейчас объявим, каким образом можно увидеть и в какое время, если человек захочет посетить эту красоту. Да, на самом деле, я, наверное, не договорил, но чуть-чуть волнуюсь, потому что все-таки большая аудитория передо мной, и, соответственно, я чуть-чуть подтусовываюсь. Хочу отметить, что это не просто выставка, это не просто ярмарка, где будет, во-первых, ротация выставочного материала, потому что, как вы слышали, я президент Союза коллекционеров нашей страны, и, соответственно, под нашим началом или под моей гидой находится очень много коллекционеров. И они все с удовольствием готовы выставить свои коллекции здесь. И поэтому здесь эта выставка будет, ну, такая, скажем, текущая. То есть сначала одно, потом второе, потом третье. Естественно, мы будем анонсировать все последующие выставки, все последующие коллекции. Но кроме выставки здесь будет проходить еще масса мероприятий. Это будут показы мод, это будут мастер-классы по всевозможным направлениям. Такие, как реставрация фарфора, реставрация мебели. Ну, по секрету вам скажу, что вполне возможно, что скоро здесь рядом появится еще одно помещение, которое будет называться реставрационный центр, где будет проходить реставрация любых предметов, с какими бы вы ни пришли. Будь то металл, будь то стекло, будь то мебель, будь то фарфор, будь то одежда. И плюс для детишек, когда-то, ну если кто-то знает, что я на Кристалле делал ту же площадку, но, к сожалению, она все равно такая превратилась в определенный рынок, а мне бы хотелось, чтобы была возможность еще какого-то культурного общения. Меня это тоже натолкнуло на эту мысль мою. Вот я два раза выставлял коллекции в Орленке. Орленок это, ну, вы знаете, да, лагерь, который находится у нас на Кавказе, в Крестандарском крае. И дети это очень благодарный материал, который, они настолько... Я со многими познакомился здесь, но мне на самом деле очень приятно, что столько людей пришло сегодня на наше открытие. Я, честно вам скажу, я очень старался. Мы начали здесь делать ремонт еще двух месяцев, не прошло, с 9 марта. То есть мы за неполных два месяца создали вот такую вот площадку. Я работал здесь с утра и до ночи. И моя команда, конечно, которым тоже нужно отдать должное, они были рядом со мной, и не покидали меня, даже когда заканчивался трудовой рабочий день. Они вставали со мной и делали свое дело. И причем вся моя команда, которая вот создавала все это, они люди инициативу. Ответуя, то вере, они ненавидят и любят. Всеми ту ангел, а ту с Bongi-Li, с любой недолг разговора. Я бьюсь за честь свое и счастье, И с ней в нас есть вечный спор. Всегда кинет пары весь страстил, И я надеждою живя. Зову добро в душе обители, Чтоб любовь со мной в меня Вошла как жизненный целитель. И чтоб любовь со мной в меня Вошла как жизненный целитель. Спасибо! Дорогие друзья, здравствуйте! Магазин Раритет приехал поздравить Великолепного Валерия с открытием Шикарной площадки, На которую летела сегодня с пяти утра. И подарить подарок. Город, которого нет. Свердловск. И пригласить вас к нам в город, Чтобы вы приехали. А билет убили? Да. Приложили картинку до-после. Вот так вот будете посещать эти места И фотографироваться. Я не посещал ваши места. К нам не доехали. Подожди. В основном сделана книжка, Которая даже у краски устроена Продолжение представителей. Да, мы с ним все время Приснимать делали. Пропонарм. А человек, который очень близко стоит В стоках нашего форума, да? Вот здесь вот стоит Рестор у нас составляющих Которые господители. Вот здесь вот Вот здесь вот И вот здесь вот Вот здесь вот Останется Газ 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 Одна колонка Газ С такими людьми, которые Не только дышат, Но еще это Худо Газ 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 А вот и клоузаны. Вот, кстати, я бы был коллекционером музыки, которая была известна на Советском Союзе. Какие перья. Посмотрите, какое стекло. Очень много света. Бокал с петушком. 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 Снежным светом стены древнего земля Просыпается с рассвета Вся Советская земля Холодок бежит с забора Шумно улица земней С добрым утром, милый город Сердце Родины моей Пойдем в Ангтартику без сил лишних слов Там сейчас как раз в разгоре осень Там полгода ты без всяких докторов Но снова будешь весел и здоров Приходит время С юга птиц прилетают Синовые горы дают И где на сну приходит время Люди головы теряют И это время Называется весна У вас музей-магазин на Урале Я вас поздравляю, это так приятно Мы вас приглашаем Удачи вам Мы сейчас в магазин Оренбург тоже приедем И посетите нас обязательно Мы находимся в каком-то же атмосферном месте На территории Уралмаш-завода Это знаковое место, историческое Потому что там все производилось вооружение Потом у нас там большой шоу Очень приятно В Бахтиной Людмила Людмила Какой вкусный плот Какой вкусный плот Да, и калач, калач тоже Незнакомка на нас Девочки И мальчики тоже Я не с пустыми руками Видите, у меня три пакета покупок Так что все увидите Все увидите потом, мои дорогие друзья Смотрите, какое место приятное И вот здесь сделано в СССР Выставка-ярмарка Это вход Метро в той стороне идти Сто метров Друзья, так удобно Приезжайте все Это наверху уже не в каком земле А на втором этаже Друзья, как вы видите На этой же стороне улицы Переходить никуда не надо Всего в 300 метров От метро Электрозаводская Удачи всем До встречи Обнимаю, целую А вот и метро Метро Продолжение следует...